Это итоговая программа студии Анастасии Дороганова в ближайшие полчаса о главных событиях недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Руководство технического оборудования у нас порядка миллиарда рублей. Создать 300 рабочих мест. Причем руководство компании обещает, что предприятие будет экологически нейтральным, без вредных выбросов. Еще одно соглашение касается сотрудничества нашего региона и компании «Новый сухопутный зерновой коридор». Она планирует построить в Бийске новый элеватор для поставок на азиатские рынки. С компанией мы договорились о том, что оценка объема инвестиций составит примерно 5 миллиардов рублей. В течение двух лет будет проводиться проектирование и строительство объекта. Это дополнительных примерно 120-130 рабочих мест. У наших аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых культур и расширения посевных площадей. Также в рамках форума Виктор Томенко возглавил работу группы, которая обсуждала подготовку специалистов для туристической сферы. Говорили о необходимости приближать процесс обучения сотрудников отрасли непосредственно к местам будущей работы. Академический подход в сфере туризма, по мнению участников группы, должен остаться в прошлом. Здесь требуется больше практики. По итогу договорились, что было бы неплохо создать на базе одного из вузов в сфере туризма федеральный ресурсный центр, в котором бы разрабатывали программу подготовки, учитывая потребности сферы. С 1 сентября всем жильцам многоэтажек в России стоит подумать о сплочении. Это нужно было и раньше, чтобы решать проблемы дома. Но если они захотят сменить управляющую компанию, без большинства жильцов сделать это будет невозможно. Речь идет о фактическом большинстве, а не о половине пришедших на собрание. Мария Мацаева разбиралась, почему, тем не менее, барнаульские эксперты оценивают изменения в законе одобрительно. Алексей живет в доме на Попанинцев 121А. Говорит, путь в квартире лежит через неопрятный подъезд и зловонный шлейф от мусоропровода. А все потому, что управляющая компания не особо следит за состоянием дома, уверен мужчина. В другом подъезде сосед беспредела не вытерпел и за свой счет отремонтировал 4 этажа, потратив на это около 100 тысяч рублей. У других жильцов таких денег нет. Им хватает и ежемесячных отчислений по коммуналке. Поэтому и решили как можно скорее поменять бездействующую УК. Практически все жители были недовольны работой управляющей компании, но организовать их для голосования было достаточно сложно. Это начиная от того, что надо было просто застать всех жителей на месте, дома, провести голосование, собрать подписи. Не все жители, конечно, даже соглашаясь с тем, что управляющую компанию надо менять, не все жители соглашались ставить свою подпись. Якобы одна была управляющая, ничего не делала, вторая придет, зачем нам что-то менять. Старая управляющая компания, она, конечно, не так легко отдала свои полномочия. По результатам проведения нашего голосования написали жалобу в прокуратуру, была возбуждена прокурорская проверка, которая прошла успешно в нашу пользу. А вот новостройки на Северо-Власихинской еще предстоит смена компании. По словам жительницы дома Елизаветы, многоэтажку только возвели, а она уже чахнет. Те, кто уже живут, то есть те, кто собственники для себя купили, не для сдачи, я думаю, что они все будут согласны. Единственное, только будет вопрос с теми, кто купил квартиру для сдачи, так как им без разницы, что будет там твориться. Незаинтересованность части жильцов может стать серьезной проблемой. С 1 сентября в России изменились правила смены управляющих компаний. Теперь для этого нужно собрать 51% голосов не от участников собрания, а от собственников квартир. Юрист Дмитрий Кондратов объясняет это на примере листа. Могут принять участие и столько, там условно столько, и весь дом может проголосовать. Но для того, чтобы принять решение о смене управляющей компании, недостаточно четверти. Нужно, чтобы именно от общей площади многоквартирного дома больше 500 квадратных метров приняло, именно проголосовало за. Для граждан, да, усложнится. То есть, если жители недовольны своей управляющей компанией текущей и хотят сменить, то им недостаточно недовольства своего и нескольких соседей. То есть, им нужно будет убедить в том, что такая смена необходима, добрую половину дома. Эксперты, хотя и признают непростое положение, в котором окажутся некоторые жильцы, но единодушно одобряют новые правила игры. Есть такие дома, которые, ну, вот, постоянно бегают из компании в компанию. Понимаете? И есть такие случаи, когда управляющая компания, ну, не может в первые, там, 2-3 месяца и в первые полугода своего управления показать качество работы. У нас даже платежка выставляется на месяц позже, пока денежные средства аккумулируются, пока они выполнят определенные работы. И, соответственно, плюс в том, что те дома, которые любят бегать из одной управляющей компании в другую, ну, они будут бегать меньше. По данным Краевой инспекции Строительного и Жилищного надзора, в 2021 году 24% многоквартирных домов на Алтае сменили управляющей компанией. И это на 1,5% больше, чем в 2020. Чаще всего люди это делают, когда не веют в доме ремонта или недовольны обслуживанием подъездов. Если люди недовольны управлением, их не удержать никакими силами. Будет чуть более такой, как говорится, более цивилизованный, наверное. И управляющие компании разумные, он подтолкнет для того, чтобы больше взаимодействовать с собственниками. Районные суды, добавляют юрист, просто перегружены такими заявками. Поэтому новые условия должны искоренить эстафету перехода домов от одной УК к другой. Еще сложнее дома, в которых въехали еще не все собственники или в которых значительную часть квартир сдают. Где искать подписи? Эксперты непреклонны. Жителям нужно объединяться. Социальные сети, мессенджеры, где люди объединяются, объявления в подъезде. То есть в любом случае ответственный собственник периодически на своей собственности контролирует ее состояние, появляется, соответственно, видит размещенные объявления о том, что есть группа в том или ином мессенджере. Есть приглашение объединиться. Кроме того, нововведение может повлиять на уменьшение числа фальсификаций документов общих собраний, которые могут быть допущены при их оформлении. В связи с тем, что теперь решение будет приниматься большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений, жильцы больше не смогут разбиваться на микрогруппы и принимать противоречащие друг другу решения. Жилищная инспекция очень часто, конечно, она очень часто сталкивалась с протоколами, которые, как вы сказали, с фальсифицированными. Процент их уменьшится. И количество спорных домов, я бы так сказал, спорных домов, когда одна компания делит этот дом с другой компанией, я думаю, что вот таких случаев будет меньше. Насколько мы поняли в процессе съемки, жильцы многоквартирных домов еще не до конца осознали суть изменений и поэтому не представляют, чего теперь будет стоить смена управляющей компании. И пока эксперты одобряют изменения в законе, нам остается надеяться, что в новых условиях люди научатся не только объединяться для смены УК, но и для решения проблем дома сообща. Мария Мацаева, Вадим Быстревский, Андрей Печоркин. День с толком. Что не так с системой образования и как это исправить? Начало учебного года традиционно поднимает одни и те же больные вопросы. Обстоятельства, в которых одним приходится учиться, а другим работать, лишь обостряются. И все это на фоне растущих требований, что к педагогам, что к детям. О том, что происходит в школе, рассуждали на этой неделе в рамках дискуссионного клуба «Точка зрения», организованного Сибирской медиагруппой. Одна из тем вызвала бурную реакцию. Семейное образование в Алтайском крае с каждым годом выбирает все больше родителей. В этом году на такой тип обучения перевелись 700 детей, и это на 400 больше, чем годом ранее. Чем родителям не нравится учебное заведение, но и какие минусы могут быть у семейного образования? Ну просто представьте себе учебное заведение, заходит человек туда, проходит турникет, ему нужно определиться в определенный класс, фабрика. Вот у меня тоже сына забрала, потому что было 33 человека на 35 квадратных метров. То есть на ребенка меньше квадратного метра в одном классе. Там просто невозможно ни дышать, ни бегать, ни двигаться. Ну просто жить невозможно. С тем показателем в высшем образовании школьном, она иногда содержит слишком большое число показателей, которые надо выполнять учителю. Поэтому вместо работы с детьми, учитель вынужден заниматься выполнением этих показателей. С чем у школы большие проблемы, это не восприятие критики. То есть есть только одна точка зрения, правильная. И вот это, как сказать, разнообразие мира, оно уходит. Вот я, например, по первому образованию журналист, мы много учили литературы. Есть литературоведческая точка зрения, есть правильный взгляд на произведение, но есть и другой. И ребенок должен научиться его высказывать только не потому, что я так думаю, не потому, что это мое оценочное суждение, а анализируя текст. Вот эта школа тоже не дает... Семейная форма образования, она очень хороша там, где дети высокомотивированы и имеют поддержку родителей. Либо там, где есть определенные организационные проблемы. Например, спортсмены, например, те, кто выезжает с родителями за границу в командировки. То есть разные варианты. Но говорить о массовом переходе на семейную форму, я считаю, это неправильно. И так не должно быть. У ребенка должна быть возможность социализации. Маленький человек в школе проживает не только уроки. Это маленькая жизнь, где он влюбляется, где есть препоны и барьеры, где есть социальные задачи, социальные роли, которые... Есть поручения, которые он выполняет. Он учится быть ответственным, он учится быть выдержанным, сдержанным, он учится преодолевать трудности, приобретать лидерские качества, личностный рост происходит в школе. И все это происходит в школе. Поэтому, наверное, действительно массово говорить о том, что все переходите на семейное образование, наверное, преждевременно. К сожалению, были целое десятилетие безвремени, когда оптимизаторы от образования, Фурсенко и же с ними, ввели в образование понятие образовательные услуги, государственное задание, нормативно-подушевое финансирование, и убрали из этого самое главное, то есть фигуру учителя, и те функции, которые образование должно нести. Сейчас государство возвращается к этим вещам. Есть ли проблемы в образовании? Да, конечно, проблемы есть. Решаются ли они? Решаются. Ну, про ремонт школ, про строительство, я сказал, да. 11 строится школ, 90 ремонтируются. Никогда таких темпов не было. Ну, вот за 30 лет в Алтайском крае их просто не было. Появилось горячее питание для учеников начальной школы, да, и лиц, как бы, с ограниченной возможностью здоровья. Еще один важный вопрос – образовательные стандарты. Например, несколько лет детей учили второму иностранному языку. Теперь же он необязателен. Как и родной язык, и родная литература. Но на их месте появляются новые дисциплины, призванные повысить качество школьного образования. Судя по опросам, недовольны им 40% родителей страны. Почему и как это исправить? Говорить о том, что очень много в школе ненужных предметов, я не могу, поскольку дети настолько разные обучаются. Кому-то нужна математика, кому-то нужна физика, кто-то будет филологом, кто-то будет географом. И сужать круг изучаемых предметов мы не имеем права. Виртуальные очки, что бы были, компьютер у каждого, ну и так далее. То есть это вот такая вот реалия сегодняшнего дня, в которой живут дети после школы. Они берут телефон и мир на ладошке у них. Вот хотелось бы, чтобы мир на ладошке был и в классе тоже. К сожалению, сегодня школа несколько отстает от этого. В пятом классе начался шалтай-болтай, смена учителей, какие-то девочки из института, которые сами ничего не знают, пишут с ошибками, исправляют правильно на неправильно. Я говорю, так, ребят, так не пойдет. Давайте что-то делать. Мне сказали, учителей в городе нет, терпите. Мало денег платят, мало уважения в обществе, пока так это есть. Это есть проблема, ее все озвучивают. И я считаю, что надо статус учителя поднимать. Должны быть уровни зарплаты у них такие же, наверное, как в частных школах. Инструменты, бюджеты у директоров должны быть сопоставимые. Тотальное выгорание, именно психологическое, вот это вот моральное выгорание педагогов, я думаю, директора это подтвердят. То, что у них уже не остается сил из-за кучи заполнения бумаг, которые, ну вот, педагоги скажут, что они никому не нужны, они нужны только проверяющим инстанциям. И в высшей школе мы тоже с этим сталкиваемся. И вот больше внимания тогда детям, и больше внимания самим тогда педагогам, вот именно поддержка, что они видят, что в них заинтересованы. И в конце концов, все упирается в заинтересованность ребенка, в его мотивацию, с ней проблемы. Кто в этом виноват? Дети, родители или сама школа? Как на взгляд участников дискуссионного клуба нужно заинтересовывать детей? И на взгляд наших гостей вопросы здесь не только к школе. К сожалению, вот сейчас у детей, особенно у подростков, не очень высокий уровень мотивации к тому, чтобы самостоятельно заниматься. Школа не потому не может научить, что ребенок не способен, а потому что мотивации недостаточная. Я приезжаю в соревнования со сборов, меня начинают жестко прогружать зачетами, контрольными и всякой такой историей, которую я не знаю, я не проходил. Вы научите, ну типа потом что-то там предлагайте делать. Я им говорю, ну алло, я был на соревнованиях, прославлял там свою малую родину, свою фамилию, вас в том числе школу прославлял на этих соревнованиях всероссийских. И вот такое вот отношение, я считаю это странно. И не то, что даже поощрений хочется, хочется просто элементарного понимания, уважения. Давайте родителей тоже не убирать со счетов. Вот мы про то и говорим, что иногда ребенок приходит в школу, он к шнурке не может завязать. Ну чья это вот? А мы говорим о труде, о мотивации и так далее, и тому подобное. Вот давайте действительно, когда школа и родители будут находить точки соприкосновения и в унисон решать проблемы, тогда получается. Это не про труд, это про удовольствие. И вот все то, что мы говорим, ты должен, мы тебя оценим. Все успешные люди, они занимаются тем, что им нравится, в удовольствие. И будут это делать много часов и даже не останавливаясь, как Леонардо да Винчи. Самое главное это думать о ребенке и что он хочет, спрашивать. Если мальчик растет при матери, и матерым, сильным, уверенным он становится при ней, и мама вдохновляющим словом ведет его по жизни, то мужчина 100% получится. И из него будет именно сильный, уверенный человек, который будет плечом именно для жены, для мамы, для семьи, для государства нашего. Ну а для этого, наверное, надо очень много чего сделать. Вот в частности, желательно, чтобы было куда потом пойти работать, да, чтобы работала экономика, да, чтобы IT-специалист понимал, что он у нас, они найдут работу, им не понадобится уезжать в Сербию куда-то еще, для того, чтобы там дальше заниматься тем делом, которое ему нравится. Как стать миллионером? Пожалуй, этот вопрос возникает в голове любого человека хотя бы раз в жизни. Но чаще всего дальше вопроса или мечты о внезапном наследстве дело не заходит. Между тем иметь сбережения и правильно ими распоряжаться можно научиться. В России тема финансовой грамотности сейчас интересует многих, а на уровне власти заговорили о введении курсов в школах, колледжах и вузах. Так со скольки лет можно и нужно учиться разбираться в финансах и какие для этого нужны условия и механизмы в нашем материале? Лизе 15, и она уже сама зарабатывает у визажиста-парикмахера свои клиенты. Мечта девушки очень рано стала реальностью по ее желанию и с поддержкой родителей. Это признак моей самостоятельности, это большой шаг для меня самой. Лучшее вложение в финансы для тебя какое? Наверное, моя мама научила меня наконец-таки копить деньги. 10% от дохода я откладываю на дальнейшее образование. Я считаю, что понимание вообще пользоваться как деньгами, это должно быть с раннего детства, потому что человек должен осознанно подходить к этому вопросу. Эксперты уверены, учить финансовой грамотности детей нужно с детского сада, с 4-5 лет. Просто делать это в игровой форме. Лучше в кругу домашних. Ну а позже уже подросткам нельзя запрещать работать. Но многие родители придерживаются совсем иного мнения, и таких, к сожалению, все еще большинство. Он приходит домой, ему мама говорит, слушай, тебе 16 лет, вот ты получишь диплом, и тогда ты можешь работать. А сейчас ты студент, поэтому ничего ты не должен такого делать. У тебя есть мама, которая тебя обеспечивает и так далее. То есть изначально родители некоторые тормозят своих детей. Когда она начала их осознавать, первые заработки, с ней стало гораздо проще ходить по магазинам. И началось такое, что вот она хотела только что это, 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 а потом начала распределять. Нет, вот лучше сегодня куплю только это, а остальное отложу. И как-то оно интуитивно, скажем так, она начала рационально разделять, потому что это свое, и мне кажется, это полезно. Мама говорит, зарабатываешь. Например, на что ты вот эти деньги хотела бы потратить? Большого медведя, игрушечного. У нее очень большая коллекция медведей, от метровых до трехметровых. И вот это у нас... Но ты уже купила себе большого медведя? Учиться этой самой финансовой грамотности Агата, юная модель, уже с большим стажем, начала неосознанно в полтора года. И ей вряд ли понадобятся специальные курсы. Мама позаботилась, чтобы дочка была реализована с юных лет, но другим без них не обойтись. Вы не представляете, какие ребятишки, как они схватывают, как они все понимают. Конечно же, примеры должны быть соответствующие детям. Они все видят, все замечают и нужно с первого класса. Кстати, спецкурсы по финансовой грамотности в этом году планируют ввести во всех школах страны. Алтайский край не исключение. Алтайский институт развития и образования подготовил около трех тысяч преподавателей школ, учителей школ, преподавателей вузов, которые, в свою очередь, ведут курс финансовой грамотности в учебных заведениях края. Сегодня этим курсом охвачено 89% школ, 100% колледжей, 100% высших учебных заведений. Безусловно, введение факультативных занятий в школах – это хорошее направление в сторону повышения финансовой грамотности для детей. Это недоработка еще этого вопроса. Первое, с чем, я думаю, мы столкнемся, это с тем, что школы все-таки не ориентированы на предмет финансовой грамотности как основной предмет. Хотя было бы неплохо, чтобы детки получали оценки по этому предмету. Второй момент – это, естественно, учителя. То есть сами преподаватели, я думаю, так как это факультативные занятия, будут брать вот эти часы, знаете, как в надрыв. И не совсем, наверное, понимая какие-то вопросы, которые интересны на сегодняшний день детям. По мнению Татьяны, обучать нужно и самих педагогов. Впрочем, и другие категории взрослых должны быть финансово грамотными. Об этом говорили на этой неделе в рамках конференции по этой теме. Банкиры, представители бизнеса, социальных структур считают, что учить считать доходы и расходы, а также инвестировать деньги и не попадать на уловки мошенников нужно взрослых в том числе. И делать это можно в любом возрасте. Мамы встают на учет, и они должны проходить курс. И финансовая грамотность, и как общаться с ребенком, и как его воспитывать, и какие установки ему вкладывать в голову, какие ценности в голову вкладывать правильные. Много информации для взрослых сейчас можно найти и в интернете. Есть достаточно книг по финансовой грамотности. Эксперты уверены, курсов платных или бесплатных сейчас множество, но проблема в другом. Я плотно в городе Барнауле три года занималась таким социальным проектом, как финансовая грамотность для взрослых. И мы размещали средства массовой информации, то есть это было абсолютно бесплатно. Но, к сожалению, не затащишь. То есть вот нет такой активности, чтобы люди сами шли и изучали какие-то вопросы, чтобы потом не попадать в долговые ямы. А еще вместо рекламы пива, по мнению экспертов, повсеместно должна быть информация о том, что жить в кредит – не лучшая история. Можно научиться обходиться без займов под огромные проценты. Очень жалею о том, что я поздно это прошла обучение. Вот знала бы я об этом еще в детском саду, как правильно распределять первые деньги. Вот, и поэтому, конечно, Лиза, как первый старший у меня ребенок из четырех, естественно, она не отработала этот навык. Она подхватила с удовольствием, и это я очень рада, что она поняла, что надо откладывать, копить, не только на себяшки различные, но и думать о будущем. Пока россияне далеко не в лидерах по финансовой грамотности среди населения. Но, по данным аналитиков, последние четыре года уровень грамотности вырос на 2%. Так что любой шаг, направленный на обучение – огромный плюс, уверены те, кто разбирается в финансах. Они же рассказали, что инвестировать свои сбережения, а это сейчас тема актуальная и модная, можно лишь, если вы располагаете финансовой подушкой. То есть на отложенные деньги сможете прожить, не работая, год, а то и полтора. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Человека формирует среда. В этом убеждены несколько барнаульских семей. Этим летом их дети организовали свою спортивную команду и занимаются на турниках. Однако даже в таком непритязательном занятии есть сложности. Например, далеко не в каждом дворе есть площадка, где можно подтягиваться. Следующий материал о том, как приходится выкручиваться юным барнаульцам. Несколько раз в неделю на дворовой площадке Кирилл вытачивает из себя чемпиона. Сначала он занимался дома с резинками, затем на турнике, а этим летом вынес свой спорт на улицу. Выходы на две могу восемь раз сделать, а обычные подтягивания в классическом, без помощи ног, где-то 21 летом наделал. Лучше в классе? Ну, наверное, да. Технику ищет в интернете. Сам составляет расписание и подает пример одноклассникам. К спортивным вылазкам Кирилла подключился его друг Богдан. За дистанционное обучение я немного меньше стал подтягиваться. Решил набрать форму обратно. Мой рекорд 15 подтягиваний, хотя вот недавно я три раза только мог. Ну, я тренирую много различных хватов, чтобы все мышцы сразу прокачать, а не только одни, потому что это не круто. А вообще в этой спортивной кампании 4-5 мальчишек. Сегодня поучаствовать смогли не все. Парни объединились вокруг Кирилла и вместе растят мышцы. Вот только делать это качественно здесь сложно. Здесь удобно вообще заниматься? Ну, не очень. Турник низкий и перекладина большая для хвата именно. Можно отжиматься, но это хоть где. Поэтому парни идут за 2 километра на территорию 132-й школы. Здесь их возможности в разы выше. Турник, кольца, высокий турник, чтобы что-то делать, брусья и скамер для пресса. Я, например, на количество, кто-то на качество, кто-то с весом дополнительным хотят еще заниматься. Пару часов на дорогу туда-обратно, еще два часа тренировок и все это несколько раз в неделю. Отец Кирилла Максим признается, что с началом учебы сыну, возможно, придется сократить свои спортивные занятия. Несмотря на все плюсы. Становятся сильнее, более ловкие, более подвижные. Какой-то интерес присутствует. То есть не все время проводить в гаджетах, в интернете. При этом никто не заставляет и не уговаривает. То есть все сами. Спортсмены обычно всегда четко следят за графиком. Они уроки успевают учить, они спортом успевают заниматься. И вот чтобы приучить ребят к этому с самого начала, с самого раннего детства. То есть площадки уличные, они просто необходимы. По словам общественницы Анны Галицкой, в Барнауле несколько проблем с дворовым спортом. Не хватает уличных тренеров, старое оборудование, но чаще самих площадок в городе немного. Но процесс их обновления идет. По информации мэрии, в 2020 году в рамках муниципального проекта «Городская среда» установили 27 уличных тренажеров. В 2021 оборудовали 6 точек города. Количество оборудованных спортивных сооружений, расположенных на территории города Барнаула, в 2020 году составило 1377. А в 2021 году увеличилось до 1466. Ускорить этот процесс могут и сами жители, подав заявку на реализацию инициативных проектов с 19 по 23 сентября в администрацию города. Несколько брононских родителей, не прилагая усилий, поняли, насколько важна среда для развития ребенка. Так может, об этом стоит подумать всем? Еще одно место притяжения туристов должно появиться в Алтайском крае. Накануне в Тогольском районе презентовали водный экотуристический маршрут по реке Чумыш. Ранее эта территория на границе Алтая и Кузбасса была малоизвестна. А с появлением здесь национального парка Селаир, его специалисты занялись разработкой местных туристических маршрутов. О больших планах узнавала Нара Шагирова. Первый и единственный национальный парк в крае Селаир этой осенью празднует уже два года со дня основания. Торжественное событие объединило жителей сразу четырех районов – Заринского, Ельцовского, Салтонского и Тогульского. Именно на их территориях вдоль Селаирского кряжа расположился национальный парк. Всего где-то больше 160 тысяч гектаров дикого леса. Для сравнения, Селаир по площади в пять раз больше Барнаула и всего в полтора раза меньше Москвы. Эти территории долгие годы подвергались промышленным разработкам. Массовые заготовки леса, золотодобыча – эти факты очень отразились большими ранами на территории парка. Поэтому сейчас основная задача природоохранников – защитить национальный парк от пагубного влияния людей. Помочь природе, что называется, отдышаться. Но это не значит, что присутствие человека здесь совсем запретят. Территорию парка разграничили на заповедную и рекреационную. И только инспекторам разрешено пересекать эти границы. Сегодня они строят на территории парка избы, чтобы инспектировать и исследовать Салаир в любую погоду. Благодаря научному отделу они нам показывают, рассказывают на практике. Где-то я уже некоторые растения сам могу устанавливать. Но не все пока знаем. Потому что иногда посмотришь на картинку, а на его мимо можешь пройти. И надо знать периоды, когда они цветут. Вот это все нужно тоже учитывать. Именно пейзажами Салаир способен заворожить любого туриста. Здесь сохранились уникальные растения до ледникового периода. К примеру, этим краснокнижным цветам дано всего две недели, чтобы показать миру свою красоту. Затем их сменят травянистые заросли высотой в человеческий рост. Таковы законы черневой Тагили, как называют ее ученые дождевого тропического леса Сибири. Мы называем Салаир соловьиным кряжем, потому что у нас здесь обитает пять видов соловьев. И нигде такого разнообразия, в общем-то, больше даже в нашей стране нет. То есть у нас здесь есть такие уникальные синие соловьи, соловьи с вистун. То есть они обитают только фактически здесь у нас. И вот в таком уникальном месте на границе Алтая и Кузбасса сейчас прокладывают пешеходные тропы, лыжные и водные маршруты. Особое внимание должна обратить на себя река Чумыш. Ее русло подчиняется рельефу Салаирского кряжа. Река Чумыш – это уникальная река вообще для России. То есть это единственная река, которая у нас хребет с двух сторон оббегает. Нигде такого нет. То есть она берет сначала на севере, бежит у нас на юг, потом на запад поворачивает, а потом снова на север. То есть такого нигде нет. А плюс режим у реки вроде как равнинный, вода теплая, но бежит река в горах. В то же время есть шеверы, в то же время по ней можно сплавляться. К тому же во время сплавов туристы смогут наблюдать за животными прямо с воды. Дело в том, что дикие обитатели леса не считают движение на реке угрозой. Но для того, чтобы такой маршрут заработал на практике, нужно, чтобы им заинтересовались региональные туроператоры. Сотрудники нацпарка сейчас формируют для них готовые материалы и программы, в которых отмечают привлекательные локации для фотографов и путешественников. У нас с 1 октября вступает в силу новый закон об экотуризме. Будут, конечно, поправки в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. И, скорее всего, появится возможность у инвесторов легально на территории национального парка в рекреационных зонах создавать объекты какие-то, инфраструктуры. То есть это места размещения, кемпинги, какие-то визит-центры. И мы хотим создать такие условия, чтобы к нам инвесторы пошли, чтобы им было это интересно. Стоит отметить, что территория парка не перейдет в частные руки. Инвесторам в определенных зонах лишь разрешат использовать участки, чтобы создать условия для регулируемого туризма. И здесь между экономическим развитием заповедной территории и сбережением дикой природы важен баланс. Анна Рашигирова, Алексей Фризин. День с толком. А следующим материалом мы хотим зарядить вас максимально отдохнуть в грядущие выходные. Ведь теплых дней, судя по прогнозу, осталось не так много. И ловить солнце нужно при любой возможности. А если солнечные ванны совместить со спортом или занятием для души, будет двойная польза. Несколько вариантов, как это можно сделать, подскажут наши герои. Получать удовольствие от жизни и быть активным можно по-разному. К примеру, для Алексея и Егора день начинается со стремительного заезда на велосипедах. За спиной мужчин только за это лето сотни километров пути. И с приходом осени останавливаться не собираются. Барнул точно весь обколесили. И ближайшие окрестности в радиусе километров, наверное, 30-40. Так, везде по полям, по лесам. От уровня катания тоже много зависит. Поэтому особо никаких трудностей не возникает. Главное следить за своим конем, чтобы он был в технически исправном состоянии. Не ломался, не подводил. Велосипед, потому что это дает такую свободу передвижения. Можно уехать на довольно дальние расстояния. В лесу в эти выходные постоянно пропадает Яна. Это кадр последней тихой охоты. За раз больше ста килограммов грибов опят. Дома у нас аромат. А я самый кайф их собирать. Вот когда идешь там по этой роще, по лесу идешь. И когда на такой пенек, допустим, нарываешься, когда он так весь усыпан. И, боже, не знаешь, что быстрее хватать. То ли телефон, то ли нож. Фотографировать эту красоту. Или срезать быстрее, пока тебя там никто не заметил. В секретные места грибных полян нам раскрывать не стали. Да и какой грибник будет делиться таким сокровищем. А вот свежими соленьями угостили от души. На один литр воды мы добавляем одну столовую ложку соли. Гвоздичку. Перчик душистый, который горошек. Лавровый лист. Укроп зонтик. И 9% уксус. Чайную ложечку. Делишес. Жарит ли солнце или дует уже прохладный ветер. Наш следующий герой идет на водные процедуры. Для настоящего моржа Александра чем вода холоднее, тем интереснее. Ему почти 70 лет. Он чемпион страны по зимнему плаванию. А совершив заплыв в Байкале на 1800 метров, попал в книгу рекордов Гиннеса. Закаливание не только оздоравливает, но и настроение поднимает, добавляет мужчина. Приходишь, у тебя горит эйфория. Еще в баньку сходил, еще с друзьями пообщался, чай попил. Ты идешь с хорошим настроением на работу, в семью. Сам удовлетворен. И самое главное, ты молодеешь. Обязательно одевается шапочка. А тем более, когда холодная вода, двойная. Чтобы у нас голова не переохлаждалась. Занимайтесь активно плаванием. Зимнее плавание. И будьте здоровы. Ну а для тех, кому нужно просто выдохнуть после рабочей недели, отлично подойдет дачный режим. Барнаульцы уже делятся яркими садовыми кадрами. Урожай созрел, яблочек много, солнышко еще греет. И ничего не мешает наслаждаться моментом. Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Телефон из редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова